Большая перемена. Россия стала стороной мигрантов. Это данные отчета ООН, опубликованного на этой неделе. По количеству переселившихся иностранцев страна заняла второе место в мире. 11 миллионов больше только в Америке. Судя по опросам, каждый второй россиянин уверен, что миграционные законы страны слишком мягкие и не учитывают новых реалий. Острее всего, переселение народов ощутили крупные города. Оказалось, что у государства, еще недавно гордившегося своей многонациональностью и слагавшего песни про 15 республик, 15 сестер, нет рецептов, как жить вместе в новом мире. Даже с теми, кого судьба привела в среднюю полосу из соседних российских же республик. Моя коллега Екатерина Кибальчич отправилась туда, где все только начинается, в школу, где маленький человек начинает понимать, люди могут быть разными. И оказалось, что даже там немногие взрослые к этому готовы. Пистолет на уроке, на перемене лесгинка. Учителя срывают голос. Там в классе, например, было 20 человек не русских, 10 только русских. Они по-разному разговаривают. Иногда на киргейском, на узбекском. Они в классе, если появились, тормозы и для учителя, и для учеников. Пускай для них делают отдельную школу, чтобы они не мешали нашим детям заниматься. Возле стен школы родители не стесняются в выражениях. Толпы первоклашек неславянской внешности их пугают. Приток детей разных национальностей в России начался 7 лет назад. А сегодня во многих школах средние полосы, коренные, уже в меньшинстве. Родители предлагают с виду простые, радикальные методы. Хотя понятно, что если отделить детей в школе, значит придется строить барьеры и на улице. Сына Тамары Баранюк в школе хотели избить дети из Средней Азии. Я так подумала, если скажу, что русские будут бить. Это уже не раз было у нас. И он выкрутился, говорит, я грузин. Над этой девочкой издевались наоборот. Русские школьники. Ее снимали на фото для социальных сетей. На коленях. Только потому, что она принадлежит кенкам, коренному народу Севера. Один из них начал выкрикивать фашистские лозунги. Скидывать руку. Как это дело принято у нацистов. Вывели ее за территорию школы за забор возле помойки. Они ее, значит, повалили на снег. Стали душить. Драки на национальной почве в классах теперь не редкость. Народ хорош, но это уже не шутки. Вы что? Вместе с редактором нашей программы мы обзвонили несколько десятков московских школ, чтобы поговорить на эту тему. Нет конфликтов в школе межнациональных? Нет, эта тема неактуальна для нас. Мы все живем дружно, а у нас нету таких в школе. Поэтому даже со мной нет смысла на эту тему говорить. Нет, вы знаете, у нас таких конфликтов нет, слава богу. Проблем вообще нету, ну вообще нету, понимаете? Ну, школа так устроена, что она старается не выносить ссоры из избы. Это естественно. Но национальные вопросы возникают в любой школе. Например, у меня в классе 26% приезжих детей. Учитель русского языка Светлана Шамаева попыталась сама решить национальный конфликт в классе. Как умела. Одна из учениц записала монолог учителя на телефон. Вы собираетесь в тайне, показывая, демонстрировая всем, чтобы сила. Почему решили, что здесь можно вести себя так, как вы бы у себя в Махалях, в Агулах, там еще где-нибудь не прилипло. Это земля, которая отвоевана моими родственниками. И тысячами таких же простых русских солдат под Саленградом. Я имею право задавать здесь свои условия. Вот это удостоверение за участие в героической обороне Сталинграда. Оно принадлежит моему прадедушке, который участвовал в войне, Кадымову Паша Гусейновичу. Правнучка азербайджанца Паши Кадымова, награжденного за Сталинградскую битву, сегодня учится в московской школе. Ее, как и некоторых других учеников, оскорбил такой урок дружбы. Светлану Шамаеву сначала уволили из школы, но потом по суду восстановили на рабочем месте. И многие ученики ее пришли поздравить. Например, в Вестнике образования России есть вот такая фраза. Нужно обладать навыками преподавания русского языка, как иностранного. Ломать учителя и подстраивать его под мигранта – это невозможно. История Светланы Шамаевой для сообщества педагогов стала поводом задуматься. Насколько готовы сегодня учителя к новой ситуации в стране? Могут ли они работать с детьми разных национальностей? Я думаю, что однозначно в этой ситуации учитель, конечно, не прав. Безусловно, заняв слишком жесткую и, я бы даже сказал, непримиримую позицию, каждый учитель должен иметь соответствующие навыки, квалификации для разрешения этих конфликтов. Сейчас их никто не готовит. Ни в рамках высшего образования, ни в рамках конкретных курсов. Посмотрите, возник конфликт. В университете имени Шолохова, который готовит педагогов для всей страны, идет тренинг на тему межэтнических конфликтов. Что-то они не поделили друг другу в национальности. Как мы должны наказать кого и за что? Студентов учат решать психологические задачки. Но одно дело – родная аудитория. Совсем другое, например, класс с агрессивными старшеклассниками. Педагогу Сергею Тетерскому мы показываем один из роликов, когда кавказский подросток достает на уроке пистолет. Очень непрофессионально, потому что учитель не видит, что происходит на заднем ряду. Если она сейчас вызовет милицию или обратится к директорам, значит, она распишется своей слабостью. Здесь речь идет о кавказце, который очень уважительный к тем, кто старше рода. Я бы обязательно поговорил с ними, с диаспорами, которые могут помочь. Как выйти из такой ситуации, даже завкафедры педагогической психологии не может сходу ответить. Такие тренинги – это пока не учебная программа, а эксперимент, по результатам которого откроют курсы для школьных учителей во всех регионах. В университете торопятся, потому что понимают – и так опоздали. Это одна из редких школ в России, где не боятся открыто говорить на больную тему. Директор признается, что еще пару лет назад родители опасались отдавать сюда русских детей. Учителя это восприняли как профессиональный вызов. Школьную программу применяют каждому ученику по-своему. Здесь решили не создавать отдельных коррекционных классов для приезжих, как часто делают в других школах. Тогда они лучше адаптируются, лучше осваивают разговорный язык, принимают нашу культуру. У нас в классе четыре отличника, и причем вот одна девочка-отличница, она как раз вот из Дагестана к нам приехала. В таких интернациональных коллективах русские школьники тоже учатся, уважать другую культуру и вообще жить в многонациональной стране. К старшим классам эти дети могут сравняться в знаниях. Учителей же расстраивает только одно – родители возвращают девочек на родину в Среднюю Азию после восьмого класса, потому что по традиции пора выдавать замуж. Екатерина Кибальчич, Арсений Байбулов, Евгений Марускин. Воскресное время.